Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, милые девушки! Добро пожаловать на мой канал! Это видео будет шоппинг-влог H&M, торговый центр DreamTown. Здесь я вам показываю, каким образом оформлены витрины, и, конечно же, мы с вами плавно перемещаемся в примерочную, где будет очень большая примерка, и много симпатичных вещей можно выбрать на весну. Первое, что я вам хочу показать, это Long Sleeve из хлопкового трикотажа. Очень-очень приятная тельняшка. Цена 450 гривен, 15 евро, либо 1200 рублей. На мне M-ка. Модель соответствует размеру. Как вы можете видеть, цвет такой вот насыщенный темно-синий цвет и белый. Обратите внимание, где заканчивается тельняшка, то есть вот в области, где находятся бедры, косточки. Возможно, кому-то эта модель покажется слишком короткой. Тогда хорошие модели тельняшек были в массе Модуте. Я вам рекомендую посмотреть прошлые ролики. Далее я хочу показать вам джинсы. Они застегиваются на пуговицу и на молнию. Мне понравились за счет невероятно крутого, красивого цвета. Вот такие, знаете, как варенки. Вообще, эта модель есть в шести оттенках. Единственное, что эта модель идет на девушек, но вот где-то рост чуть ниже среднего. Мне кажется, на метр шестьдесят пять, метр шестьдесят восемь сядут прекрасно. Не нужно будет укорачивать. В принципе, можно носить и как такую укороченную модель. Но мне не совсем это нравится. По крайней мере, лично на мне. Модель идет, значит, такая с широкими штанинами, высокой талией. На мне тридцать восьмой размер. Цена этой модели тысяча сто двадцать девять гривен. Либо тридцать пять евро, либо две тысячи триста рублей. Что касается состава, практически сто процентов хлопок. Там всего лишь один процент эластан. Далее. Моя мечта. Я взяла с собой в примерочную футболку Rolling Stones. Ее цена четыреста пятьдесят гривен. Пятнадцать евро, либо тысяча двести рублей. Кстати, на русском сайте ее еще можно было купить по сейлу за девятьсот. На мне эмка. Это сто процентов хлопок. И она прекрасно смотрится. Мне нравится форма рукава, потому что все-таки в H&M есть футболки с неудачной формой рукава. А вот эта нравится мне безумно. Эмка села превосходно. Я ее, наверное, туда ближе к лету все-таки приобрету. Они есть разные тематические. Но я взяла именно Rolling Stones. Далее куртка. Она такая, кажется, громоздкая и объемная. Это действительно так. Она утепленная, с капюшоном, на кулиске. Кулиска не совсем удачная. И на молнию застегивается. Там никаких особых технологий нет. Но я думаю, выдержит легкий мокрый снег и дождик непродолжительный. Красивый оттенок. Очень у нее. Мне вот именно сам оттенок куртки понравился. Такая для прогулок где-то в лесу с детьми. Чисто такой беговой походный вариант. Цена 1300 гривен. 40 евро, либо 3300 рублей. Опять же, на русском сайте она была по скидке 2500 рублей. То есть модели, видимо, такие переходящие у H&M. На мне эмочка села превосходно. Не больше, не меньше, не нужно. Есть пространство под курткой. То есть вы можете туда пододеть что-то более объемное. Не такую тонкую кофточку, как на мне. А какой-то более теплый свитер. Внутри, конечно, она сделана довольно примитивно. Но, как я сказала, эта куртка такая не на выход, а именно походный вариант. Далее, девушки, хочу показать вам тренч. Опять же, такой нюанс. Он подойдет для девушек средний рост, либо чуть ниже среднего роста. Я думаю, что максимальный рост, на который он сядет, это метр семьдесят. Обратите внимание, у него длина до колена. То есть вот лично мне на метр семьдесят четыре не хватает длины. Плюс рукав. Я недовольна длиной рукава, он короткий. Сам тренч выполнен из невероятно приятной ткани, именно тактильно. Чувствуешь себя очень комфортно. Возможно, из-за того, что здесь семь процентов эластана, и он тянется, то есть принимает форму тела. И также здесь девяносто три процента полистера. Конечно, полностью синтетика, но ощущается комфортно. Как я сказала, длина до колена, двубордная застежка и пояс с пластиковой пряжкой. Скошены прорезные карманы. А также сзади находятся шлицы. Часть полистера в изделии из вторичной переработки. Черный тренч прекрасно впишется в базовый гардероб. Обратите внимание, он довольно по приемлемой цене. 1300 гривен, 40 евро, либо 3000 рублей. Все артикулы вещей я оставлю, как обычно, под видео. Далее я хочу вам показать рубашку. В прошлый раз я обещала ее примерить. Увидела, когда уже выходила из магазина. В этот раз выполняю свои обещания. На сайте они называют эту рубашку оксфордской. Такая же есть еще в белом цвете. Спинка слегка удлинена. Занижена плечевая линия. Манжет на пуговицах. И это хлопок 100%. Она невероятно приятная. На мне размер М. Что касается стоимости 650 гривен она стоит, либо 20 евро, либо 1700 рублей. Низ рубашки, края закруглены. Очень прикольная. И мне она безумно понравилась. В этот раз я бы забрала много с собой рубашек. Я примеряла различные. Они немного отличаются. Вот смотрите, какая вам подходит больше. Но пока что я взяла худи, толстовку, свитшот. Господи, как их только не называют. С надписью Гарвард. Она идет с начесом. Мягкая. У нее такая вот изнанка с начесом. Снимать не хотела. Честно говорю. Размер С. Она очень объемная, очень большая. Вот это, наверное, единственная вещь, которую я взяла С. Она на меня прекрасно села. Что касается цены. Ее стоимость 900 гривен, 30 евро, либо 2300 рублей. Я так понимаю, это модели, переходящие из сезона в сезон. Далее, девушки, еще одна модель рубашки. В принципе, она идентична предыдущей. Но расцветка другая. Она идет в полоску. И все-таки решила примерить. Ну, бывает по-разному. Даже если визуальные рубашки похожи. Там есть какие-то нюансы, ткань, либо еще что-то. Они смотрятся по-разному. Я взяла с собой в примерочную. На мне также МК. Цена у нее 650 гривен. 20 евро, либо 1700 рублей. Крой. Все точно так же она выполнена. Спущенная плечевая линия. Единственное, что эта рубашка лучше смотрится, когда рукав подвернут. Вот, смотрите, я выпустила. Конечно же, она мятая, потому что полностью натуральная. Эта рубашка круто смотрится, если рукав подвернуть. Как я сказала, много было классных рубашек в H&M. Если вас интересуют рубашки, надеюсь, что видео будет полезным. Далее костюм. Ну, вернее, как это две единицы можно купить отдельно. Верх и низ. Синтетический. От брюк я не осталась в восторге. Вот кардиган с косами, в принципе, трендовый. Мне понравился. Не знаю, как долго он прослужит. Уверена, что качество не очень. Но мне понравилось, как этот кардиган смотрится с джинсами. Невероятно красивое именно вот такое цветовое сочетание. Кардиган на мне размер M. Цена кардигана 1130 гривен, 40 евро, либо 3300 рублей. Что касается брюк, брюки такие джогеры, тоже косами идут. Они завязываются на веревке, но, в принципе, держатся на одной резинке. На мне эско, и эско села превосходно. Цена брюк 35 евро, 999 гривен, либо 2800 рублей. Но брюки я вам не рекомендую, мне не понравилось. Они смотрятся как трико, но если для дома ходить, то, в принципе, нормально. И состав синтетический, всего лишь 25% шерсть. Далее опять рубашка и невероятно красивые джинсы с белой фурнитурой. Цвет джинс, такое топленое молоко. Модель превосходная, но, опять, либо у меня рост слишком высокий, либо джинсы идут на девушку, рост ниже среднего. Они невероятно круто смотрятся сзади, карманы в правильном месте. В общем, это такие джинсы, которые украшают фигуру. Итак, джинсы на мне размер 40. Цена их 900 гривен, 30 евро, либо 2300 рублей. Также эта модель есть в синем цвете. На самом деле эти джинсы идут укорочен, но я бы низ просто бы отрезала, сделала бы их обрезными внизу. Далее рубашка. Очень крутые рубашки в H&M. Я бы все забрала, все, которые я примеряла. Цена 650 гривен, 20 евро, либо 1700 рублей. Это модель из хлопка, поплина. Скругленный нижний край, широкие манжеты, спинка удлинена. Плечевая линия спущена. Эта модель есть также еще в белом и таком розово-лиловом цвете. А эта рубашка идет в полоску. Ткань немножко прозрачная. Вот обратите внимание, здесь вот такие вот вставки в области швов есть. Меня немножко такие вставки, честно говоря, раздражают. Но может быть, это я такая придирчивая к деталям. Может быть, вы не обращаете внимания, но я решила сделать акцент. И далее моя самая любимая рубашка. Она идет как с мужского плеча. Утрированная плечевая линия. Она очень оверсайз. Хлопок 100%. Есть в пяти цветовых решениях. Есть в белом, более таком насыщенном, голубом, ближе к синему. В розовом, в лиловом. Она самая-самая классная. Не знаю, насколько с ней, конечно, будут мороки отгладить ее. Но, возможно, кому-то не принципиально носить полностью отглаженную на 100%. Но вот это самая идеальная рубашка, если выбирать из всех. Цена 650 гривен, 20 евро, либо 1900 рублей. Она идет с карманом. Ее можно заправить в джинсы, достать. То есть такая многофункциональная. Я все-таки, наверное, в H&M вернусь за рубашками. Хотя у них просто очень много. Я бы добавила в гардероб другие категории товара. Но мимо этих рубашек, наверное, пройти не смогу. Далее, давайте начнем с брюк. Хотела начать с рубашки. Давайте начнем с брюк. Таких базовых. Возможно, кому-то пригодится на работу. Для банковских сотрудников, для офисных. На мне размер 40. Узкие брюки. Хорошо сидят в поясе на бедрах. Единственное, они немножко так светятся. Со стрелками. В состав входит 21% вискоза. Остальное все полистер, в общем, синтетический состав. Эта модель есть в 8 цветовых решениях. Цена 800 гривен, 25 евро, либо 1200 рублей. Далее рубашка в пижамном стиле. Она полистер 100%, но не электризуется. Смотрится неплохо. Такая атласная рубашка должна быть в гардеробе. Вариантов много в H&M. Я взяла из-за цвета именно эту рубашку. Еще красивый рукав, он на манжете. Цена такая же у нее. 25 евро, 800 гривен, либо 1900 рублей. Еще один комплект с рубашкой. Но я решила в этот раз по рубашкам пройтись. В полоску. Размер M. Цена этой рубашки 20 евро, 650 гривен, либо 1700 рублей. Полистер 100%, воротник, стойка и потайная застежка идет. Как вы можете видеть, спрятаны пуговицы. Далее идет двухслойная кокетка со сборкой на плечах и на спине. Рубашка также хорошо смотрится, хорошо ощущается, не электризуется. Края рубашки скругленные. Можно заправить, а можно выправить наружу. Мне больше понравилось, когда все-таки она такая свободная, когда края не заправлены. Ткань немного светится и приятно ощущается. На лето, на весну будет в самый раз. Далее этот образ со светлыми брюками, этой рубашкой я дополнила, вернее блузкой. Дополнила кардиганом. Цена точно такая же. 20 евро, 650 гривен, либо 1700 рублей. Единственное, что кардиган я взяла L. Я почему-то решила, что если будет M, то я не смогу сделать один и второй слой кардиган, что будет мне тесно. Состав не очень у кардигана. Всего лишь 4% шерсти. Остальное все там акрил и полиэстер. Кардиган есть в четырех цветовых решениях. Есть черный, такой camel коричневый. Еще какой-то светленький. Ну, в общем, такой базовый костюм для того, чтобы ходить в офис на каждый день. Офис, банк для работы. Здесь на выходе уже из магазина я хочу все-таки показать еще атласные рубашки. Можно найти дешевле, чем я брала в примерочную. Вообще буквально по 15 евро. Там по 450 гривен. Вот они все свешены в отдельную стойку. Но я уже не примеряла. И есть, как вы можете видеть, различные цвета. Точно так же и болотный цвет, и розовый, и такой вот больше натуральный цвет. И белый есть. Дальше кепки. Обычные, без какой-либо надписи. По-моему, 8 евро стоит кепка. Это уже мужской отдел. Но можно выбрать. Это тренд. На кепке ничего не написано. Черный впишется в любой гардероб. К любой шубке, пальто, куртке и так далее. Будет прекрасно смотреться. Далее я взяла на примету себе. Но в этот раз уже не примеряла. Потому что слишком много я взяла в примерочную. Базовые футболки в мужском отделе по доступной цене. Такая ткань жесткая, дубовая. Держит форму. Вот я люблю такие футболки, которые не повторяют контуры тела, а наоборот имеют свою форму. Посмотрите, без надписи, без ничего. Прекрасная белая футболка. В следующий раз возьму обязательно в примерочную. И нормальная форма рукава. Там дальше у меня покупки. Я кое-что приобрела в детском отделе. Мальчикам на день рождения. Еще хочу показать вам джинсы в мужском отделе. Прекрасные тауповые такие оттенки. Натуральные. В общем, есть черные, тауповые и белые джинсы. Цена по 20 евро более чем доступная. Прям стойка такая прекрасная. Там можно все брать, мерить. И мне кажется, 100% подойдет. Далее свитер. Свитер около 30 евро стоит. Мне понравилась сама текстура. Цвет. И тактильно по ощущениям джемпер очень приятный. Не сравнить, конечно, с женским отделом. Манекены очень ярко наряжены. В общем, ассортимент был прекрасный. В H&M все артикулы я оставлю внизу. Спасибо, что вы досмотрели это видео до конца. Спасибо вам за лайки и за комментарии. Я старалась как можно быстрее смонтировать ролик, чтобы он был полезным. В детском отделе также девушки прекрасной коллекции с динозаврами. Поэтому заказывайте онлайн. Заезжайте еще сами смотрите в магазинах коллекции. Есть на что посмотреть. Зависит от того, какие у вас потребности. В общем, H&M я полюбила. Уже понимаю, как ориентироваться в магазине. Всегда навещаю с удовольствием. Все отделы захожу. Детский, H&M Home. Смотрю на посуду, на всякие штучки. И бывает часто что-то беру. Салфетки, свечи. Вот я люблю больше, чем Zara. Все, на этом я точно буду прощаться. Увидимся с вами в следующих роликах. Постараемся как можно быстрее выйти из больничного. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok